всем привет вы на канале марсграф сайты как прасть и в этом видео я сделаю небольшое пояснение про свайпер джесс я выпускал некоторое время назад большое видео там час с лишним про этот плагин рассказал много разных фишек это наверное самый популярный видос на канале это здорово вот но спустя время после этого видео собственно свайпер обновился они начали поддерживать всякие там реакт свалт в джесс вроде бы до этого не был только реакт свалт вообще недавно появился но тем не менее они развиваются они делают круто вот из они собственно уходит от обычного подключения файлов да они собственно либо через антаж тебе работают как видите да либо через нпм и вот в этом видео хотел бы сказать как через нпм подключить кто смотрел верстку интернет-магазина там когда я подключал первый раз плагин слайдер да там я столкнулся с проблемой что сам слайдер работает но не навигация не погибаться ничего из этого не работает ну кто видел они все это все это вы видели да и некоторые уже скидывали мне в комментарии собственно говоря то как это исправить но я решил записать вот такое коротенькое небольшое видео о том как это все исправляется давайте посмотрим вот это подключение мы смотреть не будем в принципе я думаю даже что вот эти вот антаж и все такое вам не нужно если вы хотите чтоб слайдер ваш работал идете в мое видео там в описании собственно те файлы которые использовал да они может быть старенькие но тем не менее все функции там поддерживаются и почему бы их не использовать я думаю так ну а мы столкнемся именно с нпм и так что мы делаем npm install swiper это первое что нужно сделать чтобы свайпер заработал через нпм отлично он скачивается далее что нужно импортировать его импортировать стиле и собственно запустить сам свайпер насчет импорт импорта стилей я не особо уверен что они в js здесь будет работать потому что все таки у нас в пак такой знаете можете сказать обрезанный я поэтому подключу пожалуй это все не здесь не в js файле а собственно в с css файлики в вендор вот так вот давайте импорт и здесь я подключу его прямо вот таким путем свайпер так тоже делают в принципе так тоже можно делать поэтому не переживайте вполне так можно делать если вы хотите забрать этот модуль за свайпер и так далее все равно этот путь меняться не будет никогда возможно поменяется файл по да когда вы там обновите пакеты но тем не менее он будет называться свайпер бандл поэтому здесь нет вопрос так у нас есть импорт и у нас есть какой-то код который свайпер будет запускать что изменилось изменилось самое главное то что теперь есть модули у свайпера как видим здесь по умолчанию свайпер экспорт свайпера только обычную версию поддерживает без специальных модулей типа как навигация погенация и так далее и вам нужно импортировать и конфигуровать их тоже как видим здесь у нас идет не просто импорт свайпера а еще и специальных его модулей давайте заменим вот модуль навигации погенации без них работать она не будет собственно я с этим и столкнулся когда пытался через npm это все запустить далее обязательно нужно конфигурировать их то есть заставить их работать сделать именно use да то есть мы обращаемся к классу свайпер и через метод use мы их как бы подключаем внутрь свайпера и собственно говоря давайте возьмем теперь код ну вот это допустим да здесь без проблем мы его только сейчас модифицируем давайте возьмем полностью мне конечно не понятно почему они в этом примере не убрали вар но принципе им виднее целом товар еще можно использовать поэтому наверное они так и подумали так direction нам не нужен loop true оставим и вот так вот ну и конечно чтобы проверить всю эту работу давайте собственно возьмем и этот код вставим еще и в html да у нас будет html можно это убрать все это моя стандартная сборка вот ее можно убрать принципе и здесь сохранить ну и давайте попробуем это все теперь запустить команда галп сделает нам сейчас на сервер это моя сборка который показывал на видео а собственно ничего здесь такого ну и давайте да собер контейнер возьмем вот эти стили еще и их тоже пропишем и припишем мы их в main и css вот прямо здесь и так обновляем страницу и у нас работает навигация погенация тоже работает отлично погенация работает кстати говоря по умолчанию а раньше нет все таки не работает нет не работает на игру он клика был друг я думал может быть они убрали этот параметр но видимо нет не убрали да вот клика был трюк работает вот примерно вот так теперь работает свайпер именно через вот такие модули через npm подключать теперь все больше и больше плагинов собственно они все переходят npm потому что это супер удобно и я вам тоже советую пользоваться этим делом это это очень удобно это не требует доп файлов каких-то да это ну прям вот вы поставили одной командой и потом просто подключаете очень здорово ну и конечно здесь не только есть навигация погенация да здесь много всего что возможно еще подключать но это уже все нужно смотреть именно в документации дальше также если вы используете react тут и для реакта видите есть все что нужно да и space between можно и ну в общем все что угодно задавать и свал ты тоже в последнее время такая популярная библиотека похожая чем-то на react view и так далее на нее тоже есть ну и на view.js тоже сделали и это тоже очень круто что очень легко можно создавать слайдеры теперь с помощью специальных решений ну а у меня на этом все всем успехов удачи подписывайтесь ставьте лайки до скорой встречи пока